Там поступил сигнал, потому что на Софийской набережной происходит снос старинного квартала, точнее даже не то, что снос, а уже, что квартал полностью зачищен. Мы сюда приехали где-то в два часа ночи, пробыли почти до восьми утра на месте, пытаясь выяснить, что вообще произошло, потому что мы застали это, ну, фактически вся территория была вот в этих вот руинах, сейчас мы здесь более-менее территорию почистили от кирпича, но было все завалено кирпичами. Два дома, которые выходят на Софийскую набережную, стояли еще более-менее целые, их вот только ломал экскаватор. Мы пытались здесь поговорить с рабочими, что произошло, когда это произошло, потому что, к сожалению, мы не уследили за этими работами. Рабочие нам сказали, что ломали весь май все эти здания, более того, планируется приступить к сносу непосредственно самих выявленных памятников до фасадных стен, что запрещено, согласно законодательству. Ну и, соответственно, последовала с нашей стороны, соответственно, и публичная реакция, потому что снос старинного квартала возле Кремля, это, конечно, условно, ЧП. Какие здесь нарушения? Мы говорим о нарушениях, во-первых, то, что здесь специально работа именуется как регенерация ранее утраченной историей градостроительной среды. Что такое регенерация? Регенерация – это восстановление зданий в тех же габаритах, которые когда-то здесь находились. Соответственно, здесь стоят, они не находились, они не стояли. Вот здание, три-два этажа, 19-й веков. Их строительная компания снесла и, соответственно, должна восстанавливать, если она уже и снесла, их должна восстанавливать в тех же габаритах. Вместо восстановления в тех же габаритах здесь вырастает вместо трех-двух этажей вырастает шесть-семь этажей. То есть это нарушение непосредственно вот этих вот лорок. Второе – это то, что здание, весь этот квартал располагается на охраняемой территории ЮНЕСКО, в охранной зоне Кремля. Соответственно, должны быть согласования, во-первых, о ЮНЕСКО, заключение определенное на влияние нового строительства на Кремль. Должно было быть согласование стороны Министерства культуры, потому что непосредственно весь этот квартал, он стоит на набережной, прямо на прочих Кремля и влияет непосредственно на его вид. Третье – это то, что запрещен снос выявленных памятников. Это мы говорим уже о зданиях, которые пока еще целы. Это угол Софийской набережной Кремля. Они находятся в реестре памятников, они официально охраняются государством, и снос их невозможен. Тем не менее, рабочие нам несколько раз говорили о том, что после укрепления фасадных стен будет последовать разборка до фасада и в дальнейшее, опять же, увеличение объема. Опять же, с нашей стороны была соответствующая реакция, потому что это полное нарушение закона, это запрещено федеральными нормами. Мы попросили обратить внимание на это Департамент культурного наследия города Москвы и вывести соответствующее предостережение собственнику. Будет ли это сделано, к сожалению, пока непонятно.